Не так важно. Я с Амелье, всю свою жизнь сознательную, рабочую, да, там с 18 лет. Мы сегодня будем с вами правильно дегустировать, очень уверенно, и я надеюсь, вам все однозначно понравится, потому что алкоголь был подобран сегодня уже специально, заранее. То есть он однозначно будет качественным и хорошим. Скажите, пожалуйста, кто из вас любит вино? Есть, да? Слушайте, я, надеюсь, это не ешь. Да, мне кока-колу просить. Ну, мало ли, я знаю. Это тоже надо, выдержка такая серьезная. Это тоже надо было дегустировать воду, если честно. Не самая приятная дегустация была в моей жизни в плане эмоций. Ну, как-то дегустируешь, да дегустируешь. Ладно, а кто скажет, что же такое вино? Потому что все ответили, все любят, я тоже, еще тот винный любитель. Что такое вино? Задумывались над этим? Божий дар. Да. Сброжженный виноградный сок. Сброжженный виноградный сок. И тут вы абсолютно в точку. Потому что часто задаешь вопрос, ну что же такое вино? Часто отвечают, это напиток или слабоалкогольный напиток. Это все очень размыто. На самом деле, четкое разделение вину, что это такое? Это продукт брожения виноградного сока. И исключительно виноградного сока. Если используются какие-то другие ягоды, это уже плодово-ягодные вина. Соответственно, совсем другой продукт. Верно? Хорошо. То, что у нас виноделие делится на две части, на два лагеря, скажем так, это новый свет и старый свет, мы уже знаем с вами. Проходили. Хорошо. То, что экватор делят у нас винодельческие страны абсолютно на два разных мира, тоже понимаем. Правда? Все, что выше экватора, у нас, как правило, собирается виноград где-то в конце августа и длится это до конца осени. Не берем во внимание, к примеру, ту же Канаду, там еще в декабре собирают, и минус 7. То, что находится у нас ниже экватора, что там происходит, совсем другая атмосфера. Правда? И, как правило, у них сбор винограда начинается когда в феврале. Еще в конце февраля уже, ребята, он начинается. Не сходят вниз головой, все никак у людей. Да, все никак у людей, правда. И сегодня мы будем с вами обсуждать вот такую очень странную, дивную страну, Уругвай. Скажите, пожалуйста, уругвайские вина вы пробовали в своей жизни? Нет. Да, есть. Дом Пасхоль, знаем, пробовали. Знаем, да? Ну, у нас сегодня дегустационный лист так и состоит из этих позиций, Дон Пасхуаль. Мы без него не могли, почему? Потому что это самая крупная их винодельня вообще, и то, что представлено у нас на рынке. У нас, к сожалению, больше и нет образцов, там еще, может, 2-3 производителя, и не больше. Почему? Давайте сразу обсудим, почему же так произошло. Во-первых, вспоминаем, где находится этот Уругвай. Я могу его спокойно назвать крошка Уругвай. Такая винодельческая крошка. Почему? Потому что он безумно маленький. На территории Уругвая проживает всего лишь 3 миллиона жителей. 3 миллиона. Это что это такое? Это город Киев. Вот, 3 миллиона. Но на каждого человека приходится по 4 коровы. То есть 12 миллионов голов рогатого скота, правильно? Соответственно, делаем вывод, какая там гастрономия преобладает? Говяжья. Вот, правильно, так и есть. А веганы траву едят тоже корову. То есть они даже спорят, да, с друг с другом? Кто больше травы съест? Кто первый съест эту траву? Не знаю, надеюсь, не так. В общем, да. У нас Уругвай славится хорошими стейками, мясом. Славится чем? Танго Кумпарсита, да? Это родина этого танго. Футболом немаловажно. Кто тут у нас болельщик? Суарес в Барселоне играет. Лучший нападающий уругвайский за всех времен и народов. Ну ничего себе. У тебя не такие вознания в футболе. Но хорошо засчитывается. Вы с 18 лет вино пьете, а я с 18 лет за Барселону болею. Тоже неплохое занятие. Так, что там еще в Уругвай у нас есть? Кофе. Присаживайтесь где вы, где вы найдете место там. Где вам больше нравится? Добрый вечер. У нас сегодня уругвай. Значит так. Мясо есть, футбольная команда есть, кофе есть, танго есть. И что самое еще, как по мне самое основное? Это вино. Конечно, вино. Мы все помним, что у каждой страны нового света есть своя визитная карточка. Сорт винограда, который там лучше всех себя показывает. Правильно? И уругвай вообще не исключение. А уругвай визитная карточка сорт винограда Танат. Слышали о нем? Не просто дали название этому сорту Танат. Почему? Даже вот смотрим по первым буквам. Там, Танат, Танат. Правда? Что-то очень похоже на Танины. И правда Танат является одним из самых высокотонинных сортов винограда. Он в 4 раза более тонинный, нежели Мерло. Вспоминаем, что такое Танин. Танин – это такое вязкое вещество, да? Дербкость, которую мы ощущаем. И оно, как правило, содержится в основном в кожицах, в гребнях и в косточках винограда. Это то, что нам прибавляет, вернее, вину прибавляет Танин, который нам очень нужен. Почему? Потому что еще нам врачи что рекомендуют? Красное Танинное вино. Правда? Торочнее. Расширяет сосуды. Ну, он расширяет сосуды. Радиатру. Выводит радиацию, пускай будет. Что еще? Добавляет нам хорошего настроения. Мы все капсулы. Румянец на лице, да? Румянец приятный. Правда? Зачем румяными пользоваться? И, конечно же, бодри. Только не перебарщивать. Лучше не перебарщивать. Так, на протяжении... А когда вообще открыли у нас Урубвай? Знаем, что сначала в винодельческом мире не будем говорить вообще за первооткрывателей. Сначала была страна Чили. Посмотрели, что там происходит на территории Чили. Это были испанцы. Давай завозить свою испанскую лозу. Правильно? Что в основном это было? Это был Темпронильер. Тогда он назывался Паис. И сейчас Паис. То есть первая лоза это была Паис. А дальше перебрались на территорию Аргентины. В Аргентине тоже орудовали в основном испанцы. Но основная виноградная такая сортовая группа, это у них французские сорта винограда. Очень много. Тот же Мальбек, да? Который является визитной карточкой. Карточкой тот же Шардоне. Есть у них такие свои аборигенные сорта винограда. Это Торонтос белый из семейства мускатных. И, конечно же, Урубвай. Когда первооткрыватели прибыли на территорию Урубвая, они не совсем поняли, что там происходит. Потому что климат, территория, местность, рельеф были абсолютно другие. Не похожие на Южную Америку. Сейчас Урубвай называют еще и южноамериканская Бургундия. Как вы думаете, почему? Бургундские вина точно все пробовали. Или слышали о них? Бургундия достаточно прохладный. Правда? Регион французский. И там производят в основном что? Шардоне, пинануары. Почему же называют Урубвай? Южноафриканской Бургундии. Да в силу того, что это самая прохладная страна. Да, из всей Южной Америки. Значит так. Вспоминаем. Сразу будем параллель проводить. Если на территории Аргентины у нас идеальная высота виноградников 1300 метров над уровнем моря. Помню, мы пробовали такие вина или не было у нас еще Аргентины? Не было. Не было. Ладно, я пробовала такие вина. Много. Может даже сегодня уже не помню. То самая высокая, самая такая возвышенная точка на территории Уругвая составляет 312 метров над уровнем моря. Ну что это за высота для южноамериканских стран? Правда? Очень низкая. Правда. Она больше даже европейская. Количество осадков достаточно большое. Если Аргентина, Чили страдают от того, что там очень низкий уровень осадков, то на территории Уругвая все очень хорошо с этим. У них достаточно тяжелая почва. Вы знаете, что глина мы с вами проходили. Такая холодная почва, которая впитывает в себя очень много влаги, потом издает винограду. Соответственно, на территории Уругвая есть некоторые проблемы с дренажем. Правда? То есть вода задерживается, это не всегда хорошо. Не всегда хорошо, когда почва не дренажится. Пускай будет так. Так. И по поводу почв еще. Есть некоторые участки, которые очень хорошо... Вот у вас, кстати, на листике А4 вам распечатала. Регион, который называется Канелонес. Он максимально разнообразный. На территорию Уругвая насчитывается около 90 разных видов почв. 90. Это много, мало? Много. Это очень много. Это правда. В основном преобладают здесь то, что я вам сказала. Глина, вулканические породы и есть еще гравины в территории. Вот там, где у нас гравий и там, где вулканические породы, там очень хорошо себя показывает сорт винограда Танап. Потому что именно там его танины, такие яркие, обильные, могут вызреть. Давайте сейчас проведем тогда параллель. Вы знаете, что визитная карточка это Танап. Откуда он прибыл на территорию Уругвая? Из Франции. Из Франции, правильно. А конкретно из Мадерана. Юго-запад, Мадеран, один из самых таких известных апелласьонов. И Ирулиги, такой еще есть тоже апелласьон. Там преобладает Танап. Но то, что было и то, что произошло...